Здравствуйте, меня зовут Артем Уточкин, и в этом заключительном видео, которое мы пишем по правилам расстройного тенниса, мы с вами разберем несколько спорных моментов, которые бывают в расстройном теннисе. Во-первых, очень такой частый спорный момент, это когда мяч попадает в край стола. То есть еще так, ну, на жарконе группа Гарминсистов, это периодически называют соплей. Наверное, вы слышали, что повесил соплю, если, например, сыграл по серке, там мяч перевалился, да, как бы доставил сложности сопернику, выиграл этим очком, выиграл этим очком, либо мяч, если задел край стола. То есть здесь очень такой тонкий момент, как эти все моменты судятся. То есть, смотрите, если, например, я играю, глупо говоря, отсюда, то есть, ну, с линии стола на ту сторону, да, и мяч задевает вот так вот край, то это всегда мяч правильный. Почему здесь возникает спор? Потому что в правилах написано следующим образом, что если мяч, например, вот так вот попадает в край и отскакивает вниз, то как бы это был, как говорят, бок стола. То есть, грубо говоря, вот если мяч попадает сюда, вот в бок стола, то это считается неправильно. То есть правильно это попадание именно в край. Здесь есть несколько очень таких тонких моментов. То есть, в принципе, мяч может отскочить в бомб, даже если, например, у меня человек сыграл прямо оттуда, то есть, вот так вот ровный мяч идёт, попадает сюда, он может просто так вот чиркнуть и полететь вниз. Но при этом это считается все равно край, потому что мяч не мог оттуда, вот с той стороны, залететь сюда в бок. При этом очень много споров именно, когда мяч, например, попадает вот в этот край. Как здесь судить? Смотрите, если я, например, играю, грубо говоря, вот отсюда, да, из зоны стола, играю в угол, и мяч падает вот так вот, раз, так вот чиркает и падает вниз, то здесь будете правы вы, потому что вы играете с зоны стола, у вас как бы мяч не может лететь, грубо говоря, практически ровно и залететь потом в бок. То есть он, скорее всего, так вот именно чиркает и просто летит вниз. Если, например, мяч так вот отскочил и полетел вверх, то в любом случае считается это как правильное попадание. То есть если мяч попадает, отскочивает от края вверх, то это попадание правильное. Вот это запомните. Все споры обычно бывают, когда мяч отскочивает вниз. То есть начинают вам уговорить, мяч отскочивает вниз, значит сыграно неправильно. Нет, сыграно правильно, если вы играли из зоны стола, потому что мяч без закона физики не мог облететь стол и попасть вот так вот в бок. То есть все попало нормально. В то же время, если, например, я условно играю вот отсюда, из этой зоны, да, и вот так попадаю отсюда мячом вот сюда вот в эту зону, да, например, здесь мяч остукается как бы в край и, например, отлетает вот так вот ровно, то здесь очень такой тяжелый спорный момент, потому что с одной стороны я играю сбоку, и шанс попасть сбоку, когда я играю сбоку, слова, он очень высокий. Вот. И в таких ситуациях, если, например, выиграть в товарищеский матч, если совсем непонятно, мяч отскочил вот так вот примерно ровно, ни вниз, ни вверх, но был сыгран сбоку, то лучше, наверное, все-таки в товарищеских играх такой мяч переиграть. Вот. Ну, в правилах как будет засчитано, если все судить по правилам, если, смотрите, мяч был сыгран вот оттуда, например, сюда, сбоку, и вот отскочил вверх, то судья в любом случае засчитает очко тому, кто сыграл и попал в край. То есть, даже если мяч был чуть-чуть как бы сбоку, но отскочит вверх, будет считаться, что мяч правильный. Если мяч пойдет отсюда, и вот так вот пойдет вниз, то есть он даже может быть где-то заденет почти правильно, но пойдет вниз, то это будет считаться, что тот человек, который сыграл по краю, что он очко проиграл. То есть вот такие вот у нас в настольном теннисе правила. То есть если мяч, грубо говоря, если мяч отскакивает от края вверх, То это правильный мяч, если мяч отстакивает от края вниз, то это считается, что это бокс-тола. Бокс-тола это ошибка. Вот, это что касается у нас краев. Давайте теперь мы разберемся еще с таким интересным моментом, как затяжки между очками, между сетами. То есть я уже говорил про то, какие у нас есть варианты. Один тайм-аут, который 60 секунд, перерыв между сетами, который 60 секунд, перерыв между шестью очками, который идет 15 секунд. Старайтесь укладываться в этот временной режим, в этот временной отрезок и не нарушать эти правила. Потому что если вы делать перерыв между партией 2 минуты, это грубое нарушение. То есть на соревнованиях всегда судья отсчитывает. Соперники закончили партию, кладут ракетки на стол, подходят от стола, он отсчитывает 60 секунд и после этого зайдет соперников к столу. Если один из соперников не подходит к столу, то ему сначала появляется желтая, и потом он снимается с матча. Еще один момент, что вы должны, если вы отходите от стола, вы должны ракетку класть на стол. То есть если вы отходите между сетами от стола, или во время тайм-аута, вы кладете ракетку на стол и только после этого уходите. Потому что есть такие люди, которые там во время перерыва что-то меняют ракетку, в сумке лежит там 10 ракеток разных, со всякими сложными накладками, они их меняют во время матча. То есть закончится, во время матча менять ракетку не разрешается, если вы ее не повредили. То есть если вы, например, ракетку обкрась к столу, повредили, у вас там кусок накладки оторвался, или порез большой, то вы имеете право поменять ракетку. Причем вы даже должны поменять ракетку. Если, например, ТПС мешает игре, то вы обязаны поменять ракетку. Если же у вас, например, каких дефектов у ракетки нет, то вы не имеете права просто так взять и поменять ракетку. Дальше еще один интересный момент я вам расскажу, но я вам расскажу его, чуть передвинув камеру на другое место. Значит, смотрите, бывает у нас все такой спорный момент, когда мяч, например, попадает вот в эту часть сетки. Вот эта часть сетки называется кронштейн. Тут какие бывают спорные моменты. Смотрите, вот эта часть кронштейна, которая находится на столе, которая находится на столе, вот это является столом. То есть это продолжение стола. То есть, грубо говоря, мяч, если попадает, вот, например, попал по сетке, задевает сетку и попадает сюда, вот в кронштейн, то это считается, что мяч скачал правильно. В то же время бывает такое, что, например, вот на меня соперник играет, Ну или давайте условно, я играю на соперника, мяч так вот задевает сетку и прыгает вот сюда вот, вот в эту часть кронштейна, которая находится за столом и оскаркивает. И как бы иногда так визуально получается впечатление, что вроде мяч отскочил нормально. Вот, это не считается правильным, потому что мяч не попал в стол. То есть сетка это не стол, а вот эта вся часть кронштейна это также не стол. То есть он может в мяч, например, попасть вот так вот, условно говоря, там сюда, бывает такое сюда. Да, если он залетает дальше на стол, то это все в порядке правил. Просто как бы, грубо говоря, как мы скажем на языке тенниса, двойная сопля. Но если мяч попадает раз в кронштейн, улетел за стол, то считайте, что это вот была ошибка со стороны вас и со стороны вашего соперника. То есть вот эта вот часть, которая находится за столом, она столом не является. Просто с этим связаны, а бывает, что скоры, потому что люди говорят, что мяч отскочил здесь, здесь и вроде бы полетел вверх и кажется, что это был отскок. Нет, это был не отскок, это был кронштейн, и это считается неправильным. А вот эта часть кронштейна, которая находится в пределах стола, она считается правильным, потому что это как бы еще и является вот это вот место стола. Вот это вот место, вот, чтобы было понятно. Вот это что касается у нас кронштейна, поэтому здесь с этими моментами внимательно. Также есть, например, в момент какой-то мяч бывает так раз, отскочил по сетке два, и даже бывает три раза отскочил по сетке и потом перелетел. Это все в рамках правил. То есть он от сетки может отскакивать сколько угодно раз. И последний момент, который я хотел с вами обсудить, это момент двойного касания на ракетке. То есть бывает так, что мяч отскочил, например, сначала в палец или одновременно отскочил как бы в палец и в ракетку сюда попал. То есть называется двойной удар. То есть сюда, например, попал или сюда вот попал. Раньше считалось так, что если мяч попадает, например, в этот или в этот палец, вот большой или указательный палец, и, например, попадает дальше на стол, Но вот это считалось правильным, если был одинарный удар. Но, в принципе, так бывало, что мяч раз сюда отскочит, идет потом криво, и соперник, например, один говорит, тот, кто как бы проиграл очко, говорит, да у тебя был двойной удар. Второй говорит, да нет, у меня был одинарный удар, просто мяч попал в палец. И очень было много споров, никак было их не определить. И где-то с 2011 года ввели, с 2010 года ввели новое правило, что теперь двойной удар, он считается официально признанным. То есть, если вы играете, например, у вас мяч попал в палец и в ракетку, и потом перелетел на стол, хоть он летит кривой, косой, этот мяч не может взять соперник, но, тем не менее, это считается мяч правильным. То есть, если вы попадаете двойным ударом, то и вам соперник говорит, что у вас, мол, был двойной удар, то помните, что вы сыграли правильно. То есть, может быть, ваш соперник, он просто не знает новых правил, как правильно, что сейчас двойным ударом играть можно. И при подаче, если получится двойной удар, это считается правильным. И если получится двойной удар во время игры, несмотря на то, что на человека летит очень сложный мяч, и он его с вероятностью 90% не примет, вы собирали правильно. Вот, то есть двойной удар, он сейчас официально разрешен, когда мяч попадает и в палец, и в ракетку. Вот, ну это, в общем-то, все, что я хотел вам сказать по спорным моментам в этом видео. Смотрите мои следующие видео уроки, заходите на мой блог, комментируйте. С вами был все это время Артем Иточкин, я надеюсь, что этот мини-курс принес вам пользу. Я желаю вам хорошего дня и успехов на стольном теннисе. Пока!